И в этом смысле я хотел бы сказать, что вот апеллируя к честолюбию молодежи, я говорю, скажите, пожалуйста, молодые люди, какой самый ценный ресурс рыночной экономики? Ну они говорят там деньги, капитал, нефть, земля. Кто-то говорит человек. Я говорю, о человек, это уже тепло. Какой человек? Они обычно говорят креативный человек, используя современную терминологию. Я говорю, нет, дурак. Дурак, я говорю, для рыночной экономики нужен дурак в чистом виде. Да, но понятно, что природа отдает нам там даунов, олигофренов, там доли процентов. Значит надо организовать поточное производство дурака. Ну, Валентин Юрьевич, ну это вы уж. Я говорю, так мы находимся сейчас на этом конвейере. Высшая школа это конвейер по производству дурака. Поверьте мне, я даже вот наблюдаю динамику студента с первого, там по четвертый курс или по шестой курс, динамика негативная. А если взять, скажем, мои измерения, субъективные измерения за 40 лет, то это просто полный кошмар. Это уже неспособность даже элементарного логического мышления. Это неспособность даже запомнить то, что я говорил на предыдущем занятии. Вот на каждом занятии мы начинаем опять от печки. Самые простые истины. Вот, так что да, а некоторые думают, что может быть профессор слишком утрирует насчет дурака. Нет, не утрирует. Тут у меня ведь были некоторые студенты, которые сегодня работают и в банковском мире. Опять-таки, я к собственному опыту не апеллирую, потому что нет пророков в своем отечестве. Лучше приводить примеры других свидетелей. Ну, вот один из моих бывших студентов работает, скажем, в американском банке Wall Street, Zippy Morgan Chase. Ну, он правильный такой студент, уже взрослый, второе высшее образование. Он прямо говорит, что, собственно, банк занимается, будем говорить, манипуляциями сознания. Он говорит, мы просто там все ржем, как он выражается. Мы все ржем по поводу того, что people все хавает за чистую монету. А чтобы people хавал все за чистую монету, для этого надо, чтобы people превратился в дурака. Так что, на самом деле, вот, будем так говорить, блок экономических дисциплин, это просто, будем говорить, некий такой инструмент, некая такая мышеловка для того, чтобы замодить молодежь и фактически перезагрузить ее сознание. Потому что, вот, то, что там действительно нужно, то, что конкретно, это, скажем, бухгалтерский учет, статистика. Ну, я вам даже должен сказать, что, конечно, бухгалтерский учет нужен, статистика нужна. Но, опять-таки, можно ведь по-разному преподавать тот же бухгалтерский учет, ту же статистику. Скажем, сегодня статистика лукавая. Вот студентам надо не просто давать теорию статистики, а объяснять, как надо читать современную статистику. Или не просто давать, скажем, бухгалтерский учет, а объяснять, скажем, что есть двойная бухгалтерская отчетность. И о том, как можно манипулировать отдельными показателями бухгалтерского отчета. То есть, и этого тоже не делается. То есть, на самом деле, я говорю, ребят, то, что вот вам тут в течение 4-6 лет дают, это все можно пройти на краткосрочных бухгалтерских курсах за 3 месяца. Но, понятно, что тем дядям, которые устроили этот конвейер, нужна именно вот такая система длительного пребывания молодого человека на этом конвейере. Потому что за 3 месяца они не успеют переформатировать сознание молодого человека. Так что я воспринимаю свою работу вот как преподавателя экономических дисциплин, как нахождение на передовой, на линии фронта. Я понимаю, что речь идет не об экономике, а речь идет прежде всего о сохранении нашей цивилизации. А если мы сохраним цивилизацию, они построят и правильный дом, не на песке, а на камне веры. И они сумеют обустроить действительно Россию и быть продолжателями вот этой цивилизации Авеля. Ну вот, совсем коротенечко, прошу прощения, может быть я превысил регламент. Это вводное такое слово. Спасибо.